Чтобы закрыть этот режим, нажми на кресик. У нас дрессированный квадрокоптер. Видите? Строители технопарк на колесах встретила вторая школа, как одна из самых крупных. Перед входом развернулась IT-лаборатория под открытым небом. В перспективе это и другое оборудование мобильного кванториума будет путешествовать по районам области в специализированном автобусе, который получат уже в октябре. 3D-принтер создан для того, чтобы создать такие объекты, которые в обычном режиме очень сложно получить. Например, ты придумаешь какой-нибудь особенный аквариум или какой-то механизм, который поможет тебе стрелять пробками лучше или еще что-нибудь. Все, что ты задумаешь, мы постараемся реализовать и поможем тебе это сделать. Будущую профессию Саша Орехов еще не выбрал, но не сомневается. Цифровое образование будет востребовано в любом деле. Перед такими, как Саша, мобильный кванториум открывает новые перспективы. Я занимаюсь с этими технологиями несколько лет. Участвовал в конкурсах, таких как огранты, в отраслях робототехники и квадрокоптеры. Потом занимался еще в институте в Майском. Там были дополнительные занятия тоже по отраслям 3D-моделирования, робототехника и квадрокоптеры. Это очень хорошее возможности, что не надо никуда ездить. Просто тут все, пришел и занимаешься себя. Мобильный технопарк приезжает прямо к порогу школы. Шлемы виртуальной реальности, 3D-принтеры, станки ЧПУ, дроны, мощные ноутбуки и графические планшеты. Все это должно быть доступно не только ребятам, которые занимаются в стационарном кванториуме в Белгороде. Наставники тоже оттуда. Молодые, увлеченные профессией и IT-технологиями педагоги. Наши ребята, все, кто были набраны, это выпускники в основном Белгородского государственного университета и Белгородского технологического университета. Все они прошли обучение в инновационном центре под Нижним Новгородом. И сейчас готовы к тому, чтобы выйти и обучать ребят с новым современным программом. В мобильном кванториуме, как и в стационарном, работает 7 направлений квантумов. Курс занятий 72 часа в год по отдельному расписанию. К примеру, в строителе по субботам. Основной упор на практику. Обязательные условия – сотрудничество с местными предприятиями. Воспитанники технопарка будут получать от них реальные задания. К примеру, предприятие «Борисовская керамика». И наши ребята из промдизайн-квантума могут сделать им узор, который они могут потом реализовывать. Или же любая IT-компания может дать нашим ребятам задание, к примеру, сделать логотип какой-то компании. Или даже школа, если она хочет организовать навигацию внутри школы, может дать задание ребятам. И ребята сделают мобильное приложение, которым сможет пользоваться потом вся школа. На дополнительные занятия в высокотехнологичной лаборатории будут привозить ребят со всего муниципалитета. В Яковлевском округе уже около 300 желающих. Преимущественно учеников средней школы. Это не значит, что не будет возможности у ребёнка 4-го или 3-го класса. Если ребёнок заинтересован, конечно, мы его поддержим и дадим возможность получать техническое образование в таком замечательном кванториуме. За год с занятиями в мобильном кванториуме планируют охватить дополнительно порядка тысячи ребят шести агломераций. Яковлевского и Шебекинского округов, а также Белгородского, Карачанского, Прохоровского, Борисовского районов. Технопарк на колёсах расширяет возможности для IT-образования наибольшего числа школьников. Наталья Войтынка, Евгений Титов. Такой день на мире Белогорья.